Вот седьмое число. Четыре часа дня. Но это еще выпит. Почти настоящий водопад с весенними лучами солнца в селе, куда круглый год совершают паломничество тысячи людей, талые воды размыли единственную грунтовую дорогу. Сотни человек оказались отрезаны от большой земли. Школа, аптека, больницы и магазины остались по другую сторону. Уровень воды поднялся. И переехать невозможно было вообще ни на чем. Ни скорая, ни пожарка, ни в школу, ни в садик. Вообще никак. Уровень вот, как снег был. Получается вот отсюда и вот отсюда. По низу, около метра, вода выше плотины шла. Спустя три дня уровень воды упал. Трактор дорогу немного разровнял, но переправиться по ней рискуют далеко не все. Большинство приезжают, оставляют машину и идут до дома пешком по ветхому мосту без ограждений и серьезным креном. Детей водим за ручкой. По утрам идти очень опасно, потому что мост железный, скользко. В аварийной конструкции проезд запрещен. Прошлым летом чиновники от администрации дали распоряжение установить вот такой вот своеобразный дорожный знак, запрещающий проезд авто. Вот такую вот глыбу. После паводка администрация Первомайского района установила более приличный знак. И положила доски, чтобы сделать пешеходную переправу. Замглава района приезжал, глава района приезжали. Посмотрели, сказали, ничего, ситуация у вас надуманная, ничего страшного, можно ходить, можно передвигаться. Привезли доски, пообещали нам сделать пешеходную переправу. Ну, не знаю, вот, пока лежит. Был положен настил деревянный и должны сделать безопасные поручни. А когда это будет сделано? Ну, настил уже лежит, а поручни спросите у главы сельского совета, когда он сделает. Ну, а вы не знаете, когда это будет сделано? Вы же это курируете. А почему я должен это знать? Мост жители построили сами, но прошлым летом он частично разрушился. После того, как жители обратились в прокуратуру, бесхозную конструкцию поставили на учет и обещали отремонтировать. Но пока этого не произошло. Между тем, на этой неделе синоптики прогнозируют потепление. А это значит, что вода вновь может так же резко хлынуть. И людям придется либо идти вброд, либо ждать, пока опасную конструкцию хоть как-то укрепят. Ходишь, конечно, опасно, потому что вот рядом что-нибудь оступишься маленько, поскользнешься и упадешь. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.